24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. В обращении к россиянам президент Владимир Путин отметил, что сегодня важно преодолеть фундаментальные угрозы, стоящие перед страной. Это прежде всего расширение блока НАТО на восток и приближение его военной инфраструктуры к нашим границам. Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима. В КПРФ подчеркивают о необходимости деноцификации Украины коммунисты говорят уже давно. На брифинге журналистами лидер Компартии Геннадий Зюганов заявил, что в КПРФ разделяют озабоченность президента и понимают решение, принятое высшим руководством страны. После того, как американцы все сделали для разрушения нашей общей советской родины, Украина оказалась в их цепких лапах в качестве фитиля, который они хотели во что бы то ни стало пожечь на коренной русской земле для того, чтобы рассорить наши народы и убрать с его политической арены своего главного конкурента. Им был Советский Союз, сегодня таковым является Российская Федерация, ибо мы единственная страна, которая в случае военного конфликта на основе ракетно-встречного удара можем наказать любого агрессора по полу. Геннадий Зюганов особо отметил, что суть объявленной специальной военной операции – вернуть мир на многострадальную землю Украины и в Донбасс. Он пожелал российским военнослужащим, чтобы они действовали грамотно и профессионально. Хочу напомнить, что в Крыму было 30 тысяч украинских войск и примерно столько же российских войск. Ни один автомат, ни одна пушка не выстрелит. Почему? Потому что все понимали, граждане Крыма не желают иметь нацистско-бандеровскую власть, которая живьем жарит людей, как это было в Одессе, и которая расправляется с любым, кто не согласен с их нацистской идеологией. КПРФ всегда выступала за реализацию минских договоренностей, подчеркнул Геннадий Зюганов. Но власти Киева и Запад демонстрируют полную неспособность даже сесть за стол переговоров. Америка видит нас прежде всего противникой конкурентной и будет все делать вместе с нацистами для того, чтобы душить и додушить. Когда я увидел в Совете Европы, как они стали душить братскую Белоруссию, расправлять Сюгославию, выступали против Сирии, поджигали вместе со своими террористами войну на Кавказе, я понял, что там нет друзей и нет союзников. Там есть те, кому не нравится большая Россия в любой форме. Сегодня, по мнению лидера КПРФ, наступил момент истины. Руководство России приняло сложное, но единственно возможное решение. Геннадий Зюганов призвал украинцев вспомнить общую историю, полную побед и свершений. У меня отец начинал войну с Бессарами. Потом дрался несколько месяцев за Одессу. Потом под Севастополем был смертельно ранен. Его на плащ-палатке полумертвого вытащил учитель из Канева Загорулька, с которым отец дружил до последних дней. И Пивоваров, рабочий из Ростова. И отец остался жив, уцелел, дружил, поддерживал с ними. И я сегодня смотрю, как эта свора с утра до вечера воспитывает детей в нацистской идеологии, в ненависти к всему русскому народу. Сегодня главное – избежать жертв в ходе операции по принуждению к миру, уверен лидер коммунистов. Европа должна понять, если натовцы продолжат разжигать в сердце русского мира разлад, на этих землях никогда не будет покоя. Чтобы реализовать идею сплочения славянских народов, прежде русских, украинцев, белорусов, чтобы обеспечить нашу безопасность, надо помнить, особенно в год столетия образования СССР, что самой великой, самой сильной, самой умной, самой победной, самой космической страной мы были в форме СССР. Да, мы в состоянии открыть новую страницу, но для этого надо сегодня проявить мужество и сплоченность, обращающиеся еще раз к трудолюбивому, талантливому украинскому народу. Нельзя выполнять приказы преступников, которые насильно захватили власть Киева. Нельзя выполнять приказы натовских генералов, которые не желают нам ни мира, ни развития братской Украины. Левопатриотические силы во главе СКПРФ делают все возможное, чтобы восстановить прерванные связи и возродить добрые чувства между братскими народами, заверил Геннадий Зюганов. Мы подготовили 10 шагов достойной жизни. Это реальная программа сплочения народов бывшего нашего союзного Отечества и нового курса финансо-экономического и государственно-политического, которое обеспечит в наших просторах мир, покой и достойное развитие. Давайте вместе поработаем на этом направлении. Желаю всем мира, мужества и воли в этот очень ответственный для судьбы каждого человека и в целом Европы час. Редактор субтитров А.Семкин